Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне. Начало ролика и мамка опять жалуется, опять ножка Бубу, опять она усиленно продолжает у мамки стрелять. А Надьке хоть бы хны, у нее ничего не стреляет, как мама сказала, ни херашеньки у нее там не простреливает. Почему? Потому что и сахара у Надюхи нет. И к тому же по логике мамы, не дает маме тот факт покоя, что Надюха здоровая кобыла, а мамка вся больная. Просто ходячий человек диагноз. И вы знаете, для меня удивительно вот эта жалоба и сравнение на то, что у Надьки ничего не болит. А как бы мамке хотелось, чтоб страдала не тоже она, чтоб Надюха тоже мучилась этими болями. И проходила все те круги ада в кавычках, как проходит их регулярно мама. И вы знаете, вот здесь интересно, кто же на самом деле настаивал на этой операции? Кто ее так безудержно хотел? Когда зрители маму от этого отговаривали, рассказывали, какая тяжелая будет реабилитация, какой тяжелый будет послеоперационный период. Люди, которые проходили этот ад, непосредственно с мамой связывались и говорили, с чем она столкнется. Но мамке было хоть бы хны. Не давало ей покоя, что у Надюхи будут ровнюхонькие ножки, в отличие от мамы. Но я думаю, больше всего еще мамой будоражил тот факт, что зрители с охоткой накидали Надюхи бабосов. И мамка решила в очередной раз умыть всех, так сказать, утереть всем на сыр, ты что угодно. И доказать, что она в состоянии это сделать и без их денег. Потому что дорого, богато. И вот здесь решила доказать, да что я такая женщина. Если я захочу, мой сын тут же выполнит очередную мою прихоть. И типа, пока Надька побирается, я вот такая вот королева и звезда, получу это все, так сказать, от своего сына. Но не от вас. Ведь мы прекрасно помним, сколько раз нас мамка упрекала тем, что и юбилея она за свои отметила. И операцию опять-таки за свои сделала. Поэтому да, то есть сама, знаете, не знала баба клопоту. Не помню там, чего она завела. По словице, по поговорке. Вот то же самое с мамкой и произошло. Вот знаете, действительно, дурень думкой богатеет. Это в случае с мамой. Вот не было никаких у человека проблем. И здесь вот эта вот жаба, вот этот червяк зависти, ее просто схавал и одолел. И мамка сделала операцию. И теперь, что самое интересное, не только мамка, да, видит последствия этой операции, но и все мы зрители. Вы знаете, ребята, когда в кадре постоянно ее вот эти гниющие в каких-то абсцессах омерзительные ноги, это вот, знаете, для тех, кто худеет, идеальный вариант, как не хочется жрать. Вот посмотрел на вот эти корявки, на вот эти когти, вот этой вот раны, вот это все, и у тебя отбивает аппетит как минимум на день. Проверено реально на себе, потому что если у меня была такая закралась, понимаете, такой вот червячок, надо схомячить шоколадку, а у меня это было, и лежала шоколадка, вот знаете, она меня прям соблазняла. То как только я увидела мамы на корявке, я просекла, что уже ни о какой шоколадке речи не идет. И поэтому все мы видим, да, что она проходит, и вот это вот мерзкое, мерзительное зрелище вот этих вот ног, ребята, я не знаю, реально просто тошмиловка. Поэтому когда мама жалуется на то, как ей тяжело, а как нам, зрителям, тяжело, потому что мы смотрим вот это вот, ну, месиво, которое снимает и демонстрирует ее сын. Ну и дальше очередная новость. Севка с мамой планирует бросать инсулин, и по факту они же его и бросили, и вернули мамку прямиком быстрехонько на таблетки, которые она употребляла до инсулина. Вы знаете, я вообще поражаюсь и не понимаю, зачем медики учатся, зачем люди обучаются, где-то практикуются, совершенствуются, столько лет протирают штаны. Есть вот такой вот, например, как севка. Вы посмотрите, ребята, человек на интуитивном уровне знает, когда мамке отменять инсулин, какие препараты назначать, как корректировать ее питание. Даже на интуитивном уровне чувствуют, какая реабилитация мамке нужна, и что же ей поможет. И обратите внимание, это самоучка, это какой-то просто уникальный случай, индивидуум. Поэтому, врачи, смотрите на человека и делайте выводы. Нахрена вы столько времени, средств, денег тратите на то, чтобы стать медиками. Вот севка, сё, раз, два, бах, три, пять, и маменька здоровехонька. Сколько уже на ней было поставлено экспериментов, а ей хоть бы хны. Ну и дальше, конечно же, созвон, как всегда, с Ирой. Ребята, это тот уникальный случай, который никогда не оставляет меня равнодушной. Вы знаете, я так понимаю, что у людей нет вообще абсолютно никаких общих тем. Ну вот сравниваю, да, звонит мне моя мама, либо я звоню своей маме. Ну вот о чем у нас разговоры? О детях, как прошел мамын день, мой день, как самочувствие, что нового? Ну вот как обычно общаются дети с родителями. Я уверена, вы точно так же общаетесь со своими родными. Но что происходит здесь? Весь разговор посвящен мамынной жратве. По тысячу первому кругу, что можно маме, что нельзя маме, какой сахар, какие еще блюда можно приготовить всех продуктов, которые ей можно. И мало того, меня больше всего поражает Ира, которая еще до сих пор не прокубатурила и не запомнила, что можно жрать ее маме, от чего жрать нельзя. Ребята, я сторонний наблюдатель, но уже за столько времени даже я запомнила тот продуктовый набор, который ей разрешен. Как до сих пор дочь этого запомнить не может? Я не знаю, меня это поражает. Либо она действительно помогает Севке и работает над его контентом, поэтому включает такую, знаете, а-ля дурочку, ничего не помню, ничего не вижу, ничего не слышу. Либо действительно ее настолько не колышат мамоны проблемы, что она до сих пор не знает, что можно, а что нельзя. Но и в этой беседе маменька жалуется на то, как же ей хочется круп. Вот прям не может человек жить, чтобы не ховануть две ложки какой-нибудь кашки. Прям вот на душе ей неспокойно. Но дочь тут же успокоила и поддержала свою мать и объяснила, почему эти самые крупы мамке есть не камильфо. Ей их употреблять в пищу просто категорически не стоит. Оказывается, как выяснилось, крупы, да, каши, это продукты по бедности. То есть люди их едят, употребляют исключительно по бедности своей. Никак не из-за того, что у них есть деньги. И вы знаете, ребята, здесь меня просто огорошила Ира вот этим высером. По-другому я этого назвать не могу. Почему? Потому что я не увидела, чтобы Ира а-ля дорого-богатая питалась. Ну вот реально, сколько севка приезжал, да, сколько накрывались поляны. Ребята, я не увидела каких-то изысков, каких-то бешеных деликатесов. Я видела, как Ира приезжала к маме в гости с курочкой, да, вот а-ля там полтора килограмма, но типа домашняя. Поэтому вот мамки ее презентуют. И вы знаете, когда ты осуждаешь кого-то за то, что человек ест крупы, но это по меньшей мере как-то странно, глупо и дико. Потому что, ну, смотря с чем это сравнивать. И при этом, да, человек рассуждает, что если ты ешь какую-нибудь кашку, то ты являешься бедным человеком по бедности. К сожалению, да, есть тот факт, что многие пенсионеры вынуждены их покупать. Но, ребята, я, например, спокойно могу съесть любую крупу. И не важно, артек это, например, будет, да, там, я не знаю, кукурузная кашка, булгур и так далее. Но, во-первых, это раз. Во-вторых, нельзя все абсолютно крупы приравнивать, типа, к бедности. Потому что рис как бы далеко не дешевый, гречка тоже не дешевый, бурый рис там и так далее. Это все стоит нормальных денег. Поэтому почему у Иры выводы, что это по бедности, для меня непонятно. Особенно тогда, когда ты на самом деле шибко богатой не являешься. Но она не забыла маме сказать, что коль это по бедности, то ты же у нас такая вот дама элитная, элитная. Ты такое есть не должна. Вы знаете, ребята, мне хочется сказать, Ира, и ты не ешь. Ни в коем случае такого не ешь. Лучше дальше продолжать за 30-40 гривен покупать вот этот пакован овощной смеси и его употреблять в пищу. Ведь это же на самом деле дорого и богато. Ну и мамка здесь решила все-таки поддержать собственную дочь. И, конечно, подытожить, что поэтому она крупы и не ест. Что их исключительно нищеброды употребляют в пищу. Тем более тогда, когда мама выросла в селе. И раньше этой кашей, да, на самом деле, кормили, ее запаривали свиньям и собакам. Но никак не людям. Но, во-первых, мама, не сравнивайте зерновые, которые выращиваются, да, в принципе, не кондиция. Либо не отборный сорт, который выращивается для, как правильно сказать, выкорма, да, от корма животных. И то, что употребляют люди. Но это как минимум глупо. Потому что вы действительно запариваете дерт корове, которую сам молитесь зерна, да, на зернодробилке. Вы ее запарили, вот эту зерновую получили дертюху. И вот это вот варево отдают свиньям, чтобы оно лучше усваивалось. Но это не имеет ничего общего с крупой, которая продается в магазине. Потому что там у вас еще мучка присутствует, мусор присутствует, там какая-то соломинка попадается, там какая-то семечка и так далее. И вот это сравнение, ребята, просто какое-то, ну, по меньшей мере глупое и дебильное. Я, например, в жизни не пойду есть ту крупу, которую я могу намолоть в свинье. Потому что я знаю, откуда это зерно. Но, конечно, мама топит именно за это. И очень сочувствует, что сейчас люди вынуждены вот эту крупу запаривать и есть самостоятельно. Мама, ну а как же вы хотели поесть эту же самую дертюху запаренную, свинячью собачью кашу? Какая-то вы очень ветреная, непостоянная и нестабильная. А дали бы маме пожрать кашу, она бы замолотила ее за обе щеки. И даже забыла, что в свое время это была еда для свиней и собак. Ну и далее перешли, ребята, к воспоминаниям. В этот раз Ира усиленно продолжает вспоминать курочку, вот эту бульонную а-ля домашнюю, которую приперла к маме. Вы знаете, ребята, это вообще какая-то полнейшая дичь. Я очень долго смеялась. То есть ты была по факту несколько недель назад у мамы. И глупо надеяться на то, что, во-первых, она вообще помнит об этой курочке. А во-вторых, что она ее до сих пор не схомячила. Я вообще не понимаю, к чему там эти вопросы. Съела ты эту курочку или не съела? То есть приехать к маме, по большому счету, раз в месяц и притарабанить ей какого-то там цыпленка. Ну вот такое себе удовольствие для богатой и успешной женщины. И при этом еще и сидеть и вспоминать, на месте это курица или нет. Ну и дальше перешли к разговорам о том, что же будет сама Ирина готовить себе и своему гешику. Как выяснилось, теперь красная рыбка, разные там лососики отпадают, потому что дюжи подорожали. Иришка решила перейти на хек. И вот здесь, да, такой момент. Ты жалуешься на политику ценовую, да, на продукты питания и так далее. А цены реально у нас выросли. Ну будем называть вещи своими именами. И это понятно в стране, где война. И при этом ты рассказываешь о том, что типа крупы для бедных людей. А хек, конечно, это такая элитная рыбка. Она исключительно для богатых и обеспеченных. Ну и далее перешли к тем рыбкам, которые все-таки любит мамка. Мамка, конечно, предпочитает и Дораду съесть, и Сибаса. Эти названия она знает. Но и Севка тут не забыл хвастнуть, какой он идеальный сын. И как он обеспечивает и снабжает жратвой собственную мамашку. И, конечно, рассказывает о том, что пенсионеры даже таких названий и не знают. Конечно, не знают. У нас такие названия знает только исключительно ТВ. Только это единственный пенсионер в Украине, который знает эту рыбу. И, кстати, действительно, пенсионеры могут даже и не знать название той рыбки, которую, например, им готовят их дети или их внуки. Или просто привозят и оставляют в морозилке. Но это, конечно же, не мама. Это женщина статусная, поэтому, конечно, должна запоминать все названия пищи, которую она вкушает. И когда вот этот вот, да, ребята, я не знаю, какой-то глупый подгон по поводу того, что, типа, люди, да, не знают многие названия этой рыбы. Ну, я понимаю, если бы это действительно там какая-то рыба была, которая людям неизвестна. Но это рыба, я не знаю, среднего ценового какого-то сегмента. Она не является какой-то там бешено дорогой и так далее. Но Севка презентует это именно так. Ну и в этом же ролике обратила внимание, как Севка пошел, правда, в этот раз он соизволил даже помыть руки, поковырялся у кошака в ушах и пошел мылом даже помыл, да, вот эти свои грабли. И вы знаете, ребята, для меня это какая-то полнейшая дичь, то есть, во-первых, да, само вот это ощущение на руках, да, вот этот запах, это все, надень ты перчатки, я не знаю, возьми ватный тампон там протри. Но, конечно, это не случай Севка, вообще у него какая-то больная мания, связанная с ушами. Я смотрю, он там кошакам всем подряд, всей троице туда пальцами ныряет, у себя периодически там тоже ковыряется. Что он в этих ушных дырках пытается найти, для меня абсолютно непонятно. Ну и дальше Севка уже за рулем и жалуется на всех таксистов. Это вечно придурочный, как типа встану, да, то негде нормально припарковаться адекватным водителем. Но я смотрю на Севку и, конечно, понимаю, какой это адекватный водитель. Знаете, как говорят, плохому танцору и яйца мешают. И это в случае с Севкой. Вот ему постоянно тот козел за рулем, то падла за рулем, придурок, идиот, дурак. Но ни в коем случае не сам Севка. Это, ребята, такой же водитель от Бога, как и врач. Ну и далее перешли к разговорам, да, вот этой посуды, которую Севке презентовала Лора. Я забыла уже, как называется ее канал, но это не столь важно. Вы знаете, ребята, для меня, например, абсолютно непонятно, потому что, в моем понимании, делать какой-то презент, подарок в виде, да, там, посуды, если ты не знаешь человека вкусовые предпочтения, либо ты не знаешь конкретно, что он хочет, ну, такое себе удовольствие. Я, конечно, не ценитель высокого и прекрасного. Я обычный обыватель коих миллион, но у меня точно также свои претензии, да, на ту же посуду. И поэтому, зная, например, себя, это точно так же, как парфюм. То есть, тяжело подобрать, подарить кому-то парфюм, если ты не знаешь 100%, какой человеку нужен. Я в таких случаях предпочитаю подарить деньги. Человек сам, да, за подаренную сумму сделает себе от меня подарок. Ну, вот так вот я, по крайней мере, это вижу. Здесь по поводу того, что подарили Севке посуду, и кто-то Севке написал в комментах, он прямо отвечает, что Анжелика Снежинская эту самую посуду обосрала, что, мол, не такое подарила. Но, коль ты так с ним близка, вы с ним на короткой ноге. Я вообще не понимаю, в чем прикол. Почему бы самой не купить и не подарить Севке то, что тебе нравится, что тебе по вкусу, чтобы не обсирать то, что подарил кто-то. Но Севка тут же объяснил, что как только Снежинская явится к нему в гости, или когда это свершится именно этой посудой, он будет сервировать стол. И именно с этой говняной посуды она и будет есть. Но вот умыл, ребята, так умыл. Четко, конкретно и по красоте. Потому что нравится, не нравится. Коль приперлась к своей звезде, то будешь же есть с того, что тебе подадут. С того, что ты накануне обосрала. Ну и далее перейдем к теме с маманькой. Оказывается, очень она интересует, так как Надюха прется, куда же она прется, где и когда, и у кого она будет проживать. Мама, не переживайте, к вам Надюху точно не припрут. Я думаю, она уже сама побоится к вам приехать и у вас остаться. Хотя на самом деле Надюха не из робкого десятка. И если бы она понимала, что других вариантов и шансов нет, однозначно бы и к вам приперлась. И слушала все то говнище, которое вы на нее льете. И опять-таки Надюху можно засирать сейчас как угодно. Особенно после того, как ваш сынишка дал четкую ей команду молчать. И сказал, что кто ты есть такая, чтобы открывать пасть на мою маму. Знай свое место. И здесь у любого бы нормального человека заграло самолюбие. То есть меня унизили. Мало того, дали понять, что мама это все, а я какое-то ничтожество. И я должна прогнуться, не иметь своего мнения. И уж тем более не сметь даже слова. Против ее слова ответить. Не защитить себя никак. То есть на тебя можно в этот момент лить реки говна. Месить тебя как угодно. А ты обязана молчать. Поэтому я думаю, что если бы на самом деле Надюху поселили у мамы, это был крутой и классный контент. Ну а что, представим на секундочку. Сидит мама и извергается, извергается. Вымещает свою вот эту жлобность, да, жлобство. Вот эту зависть, какую-то ненависть к этой Надюхе. А она вся стирает себя. И красота. Вот это был бы на самом деле крутой и классный контент. Ну и дальше, ребята, затронем тему того, как мамку обрадовали, какая ее днюха ожидает наигрение. Как оказалось, Севка маме втуливает ту тему, что типа днюха Светланы будет склачену, и каждый должен прийти со своим. Севка готовит паштет, Надюха там тоже чего-то будет кашеварить. Ну а типа что же будет готовить мама? Мама сказала, что она на самом деле впервые о таком слышит, и ничего готовить не будет. Правильно, мама. И не надо, не гоже, чтобы цари для холопов готовили. Это раз. Во-вторых, самое главное, вас, великого ценителя и дегустатора, который обычно полигре не обжирает, туда привезти. А уж то, что вы приедете с пустыми руками, там к этому давным-давно привыкли. Ваш сын за все заплатит своей карточкой. Ну а в-третьих, ребята, вкусить блюдо с подруг ТВ, это такое себе удовольствие. Да, ты можешь в быту не заморачиваться над подачей. Думать там, как это красиво обыграть, украсить какое-то блюдо и так далее. Но когда ты смотришь, ребята, на одно сплошное хрючево, это действительно, ну такое себе удовольствие, даже заставить себя это впихнуть. Мало того, когда ты понимаешь, какая-то конкретная антисанитария, там даже не брезгливый, задумается о том, какие проблемы с желудком после вкушания вот этого блюда у него могут возникнуть. И любое ее блюдо, вот посмотрите, казалось бы, ты растила троих детей, у тебя была семья, ты, муж. Потом, допустим, все равно были мужья, там эти сожители. Но когда вот смотришь на женщину, и ни одно ее блюдо не вызывает желания его попробовать, и мало того вызывает какие-то рвотные вот эти позывы, потому что это выглядит как хрючево, это настолько несъедобно, это выглядит как какая-то, знаете, такая, ну, намешанная баланда. Вот реально баланда. Мне искренне жаль ее детей, которые вынуждены были вот это есть с под мамкиных рук. Потому что если человек с молоду, да, не научился готовить, да, и готовить вкусно и красиво для своих родных и близких, то что уж говорить за этот возраст. И кто-то может сказать, да, это возраст. Ни хрена, ребята, я до сих пор помню, какие тефтельки готовила моя бабушка. Какая-то была манная каша, какой-то был лапшевик, там, по-моему, как-то так назывался. Я до сих пор помню вкус ее блюд. И я знаю, что это 100% выглядела, да, не профессиональная подача, но это выглядело аппетитно. Это пахло здоровски. Любая булочка, любой рогалик и так далее. Я думаю, у вас точно такие же воспоминания вашего детства о ваших бабушках. И поэтому, когда я смотрю на ТВ, я понимаю, ребята, что там вспоминать нечего. Поэтому ее дети сутками и готовы все полностью есть одну капусту. Это, походу, были коронные блюда их семьи. Ну что ж, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!